Президент Александр Лукашенко рассчитывает на начало доброго диалога в отношениях по линии Беларусь-ЕС. Об этом в начале недели заявил глава государства на встрече с заместителем Генсека Европейской службы внешних действий Хельгой Марии Шмидт. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова к выстраиванию отношений с Евросоюзом на равноправной, не дискриминационной основе. Хельга Мария Шмидт поблагодарила белорусскую сторону за вклад в разрешение очень сложного кризиса в европейском регионе. Надеюсь, это начало нашего доброго диалога с Европейским Союзом, хотя мы в последнее время немало говорим об отношениях Европейского Союза и Республики Беларусь. Думаю, что это вещь нужная, это движение в правильном направлении. По крайней мере, эти отношения между Беларусью и Европейским Союзом сегодня не так туманны, как ранее. Беларусь – это одна из стран, одно из звеньев, которое может сыграть важную роль в выстраивании безопасной Европы. Согласитесь, что перед вопросами войны и мира все остальные вопросы просто меркнут. В этом отношении страна, которая находится исключительно в географическом центре Европы, не может не быть значимой и не может не влиять на эти вопросы. Мы очень благодарны за то, что вы делаете для разрешения очень сложного кризиса в нашем регионе. Европейский Союз хотел бы выстраивать хорошие отношения с Беларусью, и поэтому я счастлива обсудить возможности нашего сотрудничества. Вы, господин президент, упомянули наше взаимодействие в рамках Восточного партнерства. И здесь я полностью разделяю ваше мнение о том, что Восточное партнерство не должно создавать новых разделительных линий. Где же узнать о том, какие сейчас настроения в отношении Беларуси, если не в Европарламенте? Иван, ты только оттуда говорил с евродепутатами, так в какой системе координат мы сейчас находимся? Ну, ты знаешь, вот так вот сходу за полдня, конечно, определить общее настроение достаточно сложно. Но, судя по беседам в кулуарах, мне кажется, что все-таки на нас стали в последнее время немного по-другому смотреть. По крайней мере, большинство сходится во мнении, что нам нужно начать друг с другом разговаривать, и это самое главное. Причем мнение мы попросили поделиться и представителей традиционно лояльных Беларуси политиков и тех, кто нас в последнее время очень сильно критикует. Все эти дни, и как рассказывают знающие люди, в последние месяцы тема номер один в Европарламенте, безусловно, ситуация в Украине. Споры жаркие, часто на грани фола. Впрочем, на то они депутаты. Еще одно наблюдение. В Брюсселе повышенные меры безопасности. Кровавый инцидент Шарле Бдо здесь изрядно всех переполошил. Опасения не напрасны. Все помнят, как в середине января местная полиция проводила в городе Вервье антитеррористическую операцию. Тогда погибли двое исламистов, еще один был ранен. Но снова об Украине, а значит и Беларуси, которая здесь часто упоминается в контексте разрешения кризиса. Как мы не избегали разговоров об этом моменте, пытаясь поговорить в общем о взаимоотношениях ЕС Беларусь, эта тема обязательно всплывала в первую очередь. Депутат Андрей Мамыкин представляет в Европарламенте Латвию. Журналист по профессии, он избрался туда в июле 2014 года, став вскоре первым заместителем председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью. Фигура во взаимоотношениях ЕС Беларусь знаковая, и его мнение любопытно. На ваш взгляд, на каком свете мы находимся? Мы оттолкнулись одна или нет еще? Мне очень хочется верить, что потепление действительно наступило, но оно по-настоящему наступит, например, в тот момент, когда санкционный список будет прорежен или вычеркнут, а по крайней мере не будет номер один в санкционном списке. Все-таки какой-то осторожный оптимизм есть и у меня, потому что многие люди, которые критически относились к Беларуси 10, 15, даже 5 лет назад, сейчас повернулись лицом, во всяком случае готовы протянуть руку и говорить. Вне всякого сомнения повлияло на это событие на Украине, вернее то, что начиная с конца августа президент Республики Беларусь Александр Лукашенко делает все возможное, на мой взгляд, даже невозможное, чтобы конфликт загасить и прекратить на Украине. И вне всякого сомнения президенту Беларуси удалось больше, может быть, чем кому-либо на этом поприще. Разумеется, поменять свои взгляды евродепутаты в одночасье не могут. Отношения замораживались не один год и разморозить их не так просто. Впрочем, тот же Андрей Мамыкин замечает, и риторику начинают менять даже те, кто по Беларуси всегда занимал достаточно жесткую позицию. Таких людей становится больше, я это вижу, я это чувствую. Даже те люди, представители политических групп, которые традиционно критически относились к Беларуси, там консервативные политики, многие политики из Польши, из стран Балтии, то сейчас эти люди, ну так сказать, более, ну по крайней мере внешне, более спокойно отзываются о Республике Беларусь, это действительно чувствуется. Андрей Мамыкин вспомнил про польских политиков, и их мнение мы тоже услышали. Депутат Европарламента Богдан Здраевский, еще одна ключевая фигура, что касается взаимоотношений Беларусь-ЕС. 13 октября прошлого года избран главой делегации Европарламента по связям с Беларусью, у нее ходят 11 депутатов. Спрашиваем у Богдана Здраевского, а он всегда отличался критической позицией по Беларуси о последних веяниях в отношениях Минска и Брюсселя. Мне кажется, заметны изменения, заметны определенные акценты, заметна роль Беларуси в поиске компромисса между Москвой и Киевом. И отсюда, в том числе, зародились ожидания, что отношения вскоре будут налажены. Пока мы видим недостаток межпарламентских связей, но мы ощущаем атмосферу возможных изменений здесь. Готов даже более, желает теснее сотрудничать с Минском и бизнес Единой Европы. Проектов работает много, но пока это все бессистемно. В свой офис нас пригласил почетный консул Беларуси в бельгийском городе Генти, это регион Фландрия, Карл Ван Хорибек. Юрист и адвокат по профессии, занимающийся продвижением белорусских возможностей в Бельгии и наоборот, даже открыл в Минске офис. Направление считает более чем перспективным, тем более после создания ЕАЭС. Когда четыре года назад я начал выступать с лекциями о Беларуси, о ее возможностях, то обращался к карте. Тогда о вашей стране мы почти ничего не знали. Уверяю, ситуация меняется и меняется благодаря самым неожиданным поводам. Благодаря Виктории Азаренко, благодаря тому, как вы выступили в Сочи на Олимпиаде, благодаря Евровидению и даже велоспорту. Вот у меня за спиной самолет Белавия. Когда появился рейс Минск-Амстердам, ситуация в корне изменилась. Сейчас до вас добраться пару часов. Я летаю, самолет всегда переполнен. Если ситуация с авиасообщением с Европой последние годы изменилась в лучшую сторону, то вот о визовых проблемах этого не скажешь. Бухтан Сдраевский, например, предлагает обратить внимание на приграничное сообщение. Его упрощение поможет чаще общаться, а значит, и сближаться. Стало ли в Европейском Союзе больше людей, которые хотят разговаривать с Беларусью? Думаю, ситуация поменялась, и мы это видим из визитов в Минск, которых стало больше. Состоится в июне, а все на это указывает, и официальный визит делегации Европарламента по связям с Беларусью. Думаю, такие решения будут приближать нас к улучшению ситуации. В мае в Риге состоится событие, на которое здесь возлагают особые надежды. Саммит Восточного партнерства. Председательствующая в ЕС Латвии уже заявила, что на нем не будут говорить о расширении Евросоюза. Хватает пока проблем и с нынешними участниками Союза. А вот о чем собираются точно говорить, так это о возможном рестарте проекта, который пока полностью не оправдывает надежды. В том числе и по причине недостаточного участия в нем Беларуси.